Итак, первая тема сегодняшней лекции – исследование устойчивости по первому приближению. Исследование устойчивости по первому приближению. Итак, давайте для начала рассмотрим линейную систему. Вот x точкой, в прошлый раз мы писали f от x, теперь давайте рассмотрим линейную функцию a умножить на x. a – это некоторая матрица, постоянная и невырожденная. Что мы можем сказать про такую систему? Давайте ее назовем цифрой 1. У нее всегда есть равновесие, x равняется 0. Давайте подумаем, как исследовать устойчивость этого равновесия. Ну, линейное уравнение вы умеете решать, поэтому давайте вспомним, как решаются эти уравнения. С чего начинается решение? Строится характеристическое уравнение. По нему находятся собственные значения. Давайте считать, что их n, то есть столько же, сколько у нас уравнений. n – размерность x. Это из прошлой лекции у нас то же самое. По этим векторам, по этим собственным значениям, ну, как-то выписывается итоговое решение x от t. Давайте вспомним, как оно выписывается. Ну, например, если у нас лямбда нулевое, действительный корень какой-то кратности, например, s. Что это означает? Что любая координата x и t, дайте я напишу, и давайте даже x и t от t, да, то есть решение, имеет вид, ну, какие-то слагаемые, которые другим корням соответствуют. Я писать не буду, триточие поставлю. Плюс какое-то слагаемое, которое соответствует вот этому корню. Как выглядит это слагаемое? Ну, если у нас кратность единица, то это просто какая-то константа. Давайте ее обозначим с 1, 0 и t, например, на e в степени лямбда 0t. Но если корень кратности s, то у нас эта константа превращается в поленом. В поленом по времени плюс c, 2, 0 и t на t, плюс и так далее, плюс c, s, минус 1, 0 и t, t в степени s, минус 1. И все это умножается на e в степени лямбда 0t. Ну, плюс какие-то слагаемые, которые соответствуют другим корням. Что мы скажем про все вот эти коэффициенты c, k, 0 и t? Ну, это все константы. Это константы, они, конечно, как-то зависят между собой в первую очередь, они зависят от начальных условий. Все это вы в дифференциальных уравнениях подробно рассматриваете. Мы сейчас сосредоточимся на том, что это какие-то постоянные величины. Конечно, могут быть корни и комплексные. И для них справедливо все то же самое. Это вы знаете, только константы у нас тоже будут комплексными. Ну, давайте, например, рассмотрим лямбда 1, 2. Ну, там альфа плюс-минус бета и, да, вот такие. У нас уравнение с действительными коэффициентами, значит, все комплексные корни могут быть только комплексно сопряженные. Ну, например, давайте рассмотрим такую пару. Да, опять же, как будет выглядеть соответствующая часть, ну, даже не соответствующая часть решения. Давайте рассмотрим вот эту комбинацию. С, например, 1, Е в степени лямбда 1Т плюс С2 на Е в степени лямбда 2Т. С1 и С2 комплексные величины, но решение все равно должно быть действительным, поэтому вы тоже прекрасно должны понимать, что это можно представить себе, как какая-то константа С1. Давайте с волной напишем, на синус бета 2Т плюс С2 с волной на косинус бета 2Т. И все это на Е в степени альфа 2Т. Правильно? Ну, если там на время умножается, то ровно то же самое. Что мы можем сказать, глядя на это решение? Давайте даже вот не как утверждение, а как вывод. Предположим, что у нас лямбда 0, вот здесь, действительный корень, но он меньше нуля. Тогда что у нас здесь будет? Какая часть будет слагаемая? Как будет выглядеть вот эта часть решения? Е в степени, ну, какой-нибудь, например, минус Т. Экспоненту, убывающую со временем. А это степенная функция. Но у них разная степень роста. Поэтому результирующая вот эта слагаемая, если здесь лямбда 0 меньше нуля, будет все равно стремиться к нулю. А если все корни, например, действительны и меньше нуля, то все слагаемые в решении имеют такой вид. И решение так или иначе стремится к нулю. Правильно? Хорошо. Теперь давайте посмотрим на этот случай. Чем он отличается от предыдущего? Ну, еще кроме константа и полиномов по времени у нас еще синус косимус. Ну, это какие-то функции ограниченные. Опять же, если мы их умножим на экспоненту с показателем минус 1Т или минус 3Т, какой-нибудь с отрицательным значением альфа, то опять же у нас будет решение стремиться к нулю. Согласны? То есть, что мы можем сказать, что если действительные части всех корней меньше нуля, то отсюда мы можем сказать, что равновесие х равняется нулю устойчиво асимптотически. И это следует просто из определения устойчивости. Мы для любого начального условия, достаточно маленького, ну, опять же, где у нас начальные условия в этих уравнениях? Ну, константы. Константы определяются начальными условиями. Но для любых начальных условий, для любого эпсила мы можем подобрать начальные условия так, что решение будет, во-первых, находиться в эпсилокрестности, а во-вторых, из-за того, что здесь вот у нас отрицательная степень, то оно будет не просто находиться в эпсилокрестности, но стремиться к нулю. Это очень простой факт. Если существует лямбда ка-т такое, что лямбда ка-т больше нуля, то что вам отсюда следует? Какой вывод? Что где-нибудь, в каком-нибудь координате, в каком-нибудь слагаемом в решении у нас появится экспонент с положительной степенью. Например, есть степень t, или 3t, или 5t, неважно. Главное, что это экспонент растет быстрее всех вот этих возможных полинонов или ограниченных функций, и, значит, решение выходит всегда из записи в окрестности в какой-то момент времени. И, значит, равновесие неустойчиво. Этот простой вывод, еще раз мы, опять же, откуда взяли, из алгоритма решения линейных уравнений, линейных систем, из определения устойчивости, асимтатического устойчивости, неустойчивости. Теперь давайте вернемся к нелинейным системам, которые мы рассматривали на прошлом лекции. x точкой равняется f от x. Мы рассматривали такие системы и говорили, что в правой части у нас стоит достаточно гладкое функция, достаточно гладкое векторное поле. Поэтому правую часть можно заложить в ряд и написать здесь что? f от нуля, который мы полагаем нулем, знакомо. Плюс df по dx. Это у меня матрица какая, понимаете, да? Я об этом не прошу, но все это много говорила. При x равном нулем умножить на x. Ну, плюс какие-то слагаемые второго порядка малости. Я их не буду записывать. Напишу, что это овв большое от модуля x квадрата. Ну, давайте я вот эту матрицу назову буквой А. И это матрица постоянная. Это матрица производных в точке x равняется нулю. То есть это постоянная матрица. Ну, и тогда это уравнение записывается в виде Ах плюс О большое от модуля x квадрата. Что мы скажем? Что вот эта система 2, мы ее будем называть нелинейной. А система 1, вот эта вот, это что такое? Это система 2. Если от нее отбросить вот эти слагаемые, которые мы не записываем. То есть отбросить слагаемые порядка выше первого. Оставить только первый порядок, то есть линейные слагаемые, будем говорить, линейные слагаемые. Ну, опять же, системы 2 в окрестности равновесия. Опять же, если у нас в системе несколько равновесий, то в окрестности каждого из них мы можем написать свою линейализованную систему. Ну, и, соответственно, теорема, которую мы сейчас запишем, называется на теореме Липунова об устойчивости по первому приближению. Теорема Липунова об устойчивости по первому приближению. Формулируется она очень похожим образом. Вот ровно таким же. Но только вывод об устойчивости нелинейной системы следует из корней характеристического уравнения линейной системы. Ну, почти всегда. Давайте запишем подробно, потом разберем. Итак, если все корни характеристического уравнения линейализованной системы линейализованной, подчеркнем, если корни характеристического уравнения линейализованной системы имеют отрицательные вещественные части, имеют отрицательные вещественные части, то соответствующие равновесия нелинейной системы асимптотически устойчивы. то соответствующие равновесия не линейной системы асимптотически устойчивы. Ну, соответствующие то, в окрестности которого мы линейализовали. То есть в наших обозначениях это нулевое. x равняется 0. Следующая фраза в этой же теореме. Если существует корень с положительной вещественной частью, если существует корень с положительной вещественной частью, то равновесие неустойчиво. Да? А вот мы говорим в первой части теоремы, что все корни при пристательной части, а в втором хватает только 1. Хотя бы 1. Ровно то же самое. Вот здесь. Для любого и, вот если все корни имеют отрицательные вещественные части, то у нас все решения имеют вот такой вид, где экспонента стоит в степени минус что-то положительное на t. То есть экспонента стремится к нулю быстрее всех остальных слагаемых. А если хотя бы один корень положительный, достаточно одного, то будет экспонент, который будет стремиться на бесконечность. Это будет означать выход из записи на окрестность, это означает неустойчивость. Согласны? Так, теорему все записали, да? Повторять не нужно. Хорошо. Какой случай не входит вот в эту теорему? Критический случай, когда все корни, нет корня в правой полуплоскости, но есть на нуле, с нулевой вещественной части. Ну, мы об этом сейчас поговорим. Теорема Липунова. Еще раз. Вот этот факт для линейной системы очевиден. А то, что в нелинейной системе, ну, почти всегда, если нет критического случая, совпадает устойчивость нелинейной системы с устойчивостью линейной, это вот, в общем-то, довольно серьезное утверждение. Теорема Липунова, она действительно важная, серьезная. Она у нас идет без доказательства. Поэтому мы ее с вами доказывать не будем. Но будем ей, конечно, пользоваться. Ну, давайте напишем еще определение. Критический случай. Критический случай нулевого корня. Ну, можно писать так. В действительной части лямбда и t меньше либо равно нулю. И существует лямбда ката, у которого действительная часть равна нулю. То есть нет корней в правой полуплоскости, на комплексной плоскости, естественно. Но есть корни, которые попадают на немозь. В этом случае критическим мы не можем исследовать устойчивость по первому приближению. То есть мы не можем сделать вывод об устойчивости равновесия нелинейной системы, исследуя только линейную. Ну, давайте на примерах разберемся с этим. Два у нас примера будет. Пример один. Это волчок Эйлера, который я на прошлой лекции, к сожалению, извините, разобрала для вас неправильно, в случае, когда у нас вращение идет вокруг оси среднего по величине момента инерции. То есть когда B больше C, больше A, больше B. Поэтому вот ту часть прошлой лекции вы зачеркните, пожалуйста. И мы сейчас рассмотрим ее другим способом. Хотя тем тоже можно, но просто там у меня область немножко не подходит под определение, под терем. Нет, только последний пункт. Итак, разберем этот случай. Уравнение мы уже записали в прошлый раз. К чем мы там записывали? А, P с волной, с точкой равняется B минус C, Q с волной, R с волной. Я все обозначения из прошлой лекции сохраняю. P с волной, Q с волной, S с волной – это отклонение от вращения с постоянной угловой скоростью вокруг оси, которая соответствует коэффициенту P. То есть P равняется омега, равняется константе. Это у нас равновесие. Так, А, B, Q с волной, с точкой равняется чему? C минус B, P с волной плюс омега на R с волной. И C, R с волной, с точкой, равняется чему? Что-то не то, да? C минус A. А здесь тогда A минус B. P с волной плюс омега на Q с волной. Вот это у нас, ну, нелинейная система. Давайте ее линейализуем. То есть, отбросим в этой системе все слагаемые порядка выше второго. Выше первого, выше первого. Оставим только первый порядок, да? Вот в первом слагаемом. Ну, левой части не меняем. C с точкой, C с точкой. Разрешим относительно производность. Ну, это просто, да? Поделим на коэффициенты. Вот смотрим, здесь у нас стоит величина Q с волной, R с волной. Это второй порядок малости, понимаете, да? X у нас в этом случае это вектор с координатами P с волной, Q с волной, R с волной. Здесь произведение двух координат. Это вектор, это второй порядок. Его, значит, выкидываем и оставляем нулик. Здесь что получается? C минус A делить на B. И смотрим здесь. Вот P с волной на R с волной это тоже второй порядок. Мы его тоже выкидываем. А вот омега на R это первый порядок. Поэтому оставляем омега на R с волной. И в последнем слагаемом, опять же, что у нас останется? A минус B делить на C омега на Q с волной. Вот это будет линеризованная система. в окрестности нуля. Ну, давайте исследуем ее устойчивость. Для линейной системы вот у нас простое утверждение. Мы должны составить характеристическое уравнение. Что такое матрица А? Матрица коэффициентов. У нас двойственность обозначений. Здесь А и там А. Мы понимаем, что это разные вещи. Это момент инерции, там матрица. Я строю матрицу А. Ну, лямбда и ена я напишу на главную диагональ со знаком минус. В первом слагаемом у меня все нули. Значит, здесь 0 и 0. Здесь 0 и 0. А здесь у меня укус точкой перед R коэффициентом. То есть я его вот сюда записываю. какой он у меня? С минус А делить на В на омега. А здесь, соответственно, А минус В делить на С омега. Считаем определитель. Что у нас получается? лямбда на лямбда в квадрате минус С минус А на А минус В делить на ВС на омега в квадрате. Когда это равняется 0? Ну, есть нулевый корень, что уже не очень хорошо. Ну, давайте посмотрим на лямбду. У нас С больше А и А больше В. То есть вот и это больше нуля, и это больше нуля. То есть у нас лямбда это просто плюс-минус корень квадратный из С минус А на А минус В делить на ВС ну и на омега. Под корнем у нас действительно число стоит. Не действительно, положительное. То есть сам корень у нас действительный. Что получилось? Что вот тот корень, который соответствует знаку плюс, он больше нуля. Поэтому мы можем сказать, что действительно существует лямбда больше нуля. Следовательно, равновесие P с волной равняется Q с волной равняется R с волной равняется нулю. Ну, в скобочках давайте вспомним, что в исходных обозначениях это P равняется омега, равняется константин. Да, а Q R равняется нулю. Неустойчиво. Это теорема Липунова по первому приближению. Здесь вполне себе работает. Что мы скажем? Что если у нас теперь момент инерции, например, наибольший или наименьший, то здесь уже будет стоять величина отрицательная. И у нас будет корень, ну, надо будет модуль здесь поставить и на и умножить. То есть будут в корне все три лежать на мнимой оси. И это как раз критический случай. И в нем нельзя исследовать устойчивость по первому приближению. В этом случае требуются какие-то дополнительные методы исследования. Ну, например, метод функции Липунова, который у нас в этом случае прекрасно сработал за прошлой лекцией. С одной стороны. А с другой стороны, ну, для самой линейной системы один нулевой корень нет ничего страшного. Мы можем просто здесь проинтегрировать уравнение, выравнять с константами. Мы можем сказать, что здесь будет равновесие устойчивым. Линейная система. Но вот дополнительные слагаемые, нелинейные, эту устойчивость могут превратить как в асимпатическую устойчивость, так и в неустойчивость. Давайте на эту тему тоже пример разберем. Чтобы понимать, что это действительно так. Пример 2. На семинарах мы уже с кем-то его разбирали, но давайте еще раз только обоим отъясняться. x с точкой равняется минус y плюс альфа x в кубе, y с точкой равняется x. Вот такая система. Дифференциальных уравнений не линей. Но вот при альфа равном нулю как раз мы будем получать линейную систему. x с точкой равняется минус y, y с точкой равняется x. Если здесь составлять характеристическое уравнение, то λ это плюс-минус i. То есть решение здесь имеет вид, ну давайте вот прям можно сюда посмотреть, просто комбинация синуса и косинуса. линейная для x. Ну и для y тоже можно найти соответствующую комбинацию. Коэффициенты этих комбинаций как-то связаны между собой, но это не важно. Главное, что здесь действительно есть устойчивость. В этом случае равновесие x равняется y равняется нулю. Устойчиво. Но не асимптотически. Почему не асимптотически? В этой системе есть первый интеграл. Давайте мы рассмотрим функцию липунула, например, вида x в квадрате плюс y в квадрате пополам. Ее производная в этом случае это просто ноль. Ну, посчитайте производную. Давайте напишем x с точкой плюс y с точкой. В силу этой системы как мы ее обозначим? Ну, 3, наверное, да? Это ноль. Соответственно, на траекториях системы x в квадрате плюс y в квадрате равняется константе. И стремнение к нулю мы ни при каких начальных условиях получить не можем. Давайте рассмотрим случай альфа меньше нуля. Ту же самую функцию липунула возьмем. Что мы про нее можем сказать, про эту функцию? Она в нуле ноль и больше нуля вообще для любых x, y. Ее производная, вычисленная, опять же, в силу наших уравнений. Здесь будет какая теперь? Ну, для этих компонент ноль, а эту на x умножаем. То есть альфа x в четвертый. При альфа меньшем нуля это у нас величина неположительная. Еще раз обращаю ваше внимание, она может обратиться в ноль при x, равном нулю и любом y. То есть на целом множестве точек. Не только в самом равновесии. Но мы напишем меньше либо равна нуля для любых x, y. Значит, мы что можем сказать? Что нам осталось проверить? Последние условия мы тярем барбашную кроссовку. Что множество, на котором в с точкой равняется нулю, не содержит целых траекторий, кроме равновесия. Давайте проверим. В с точкой ну, давайте напишем так вот. От x от t, от y от t. У нас две переменные. Тождественно равна нулю. Когда? Смотрим сюда. Только когда x, тождественный ноль. Когда x от t, тождественный ноль. Но если мы посмотрим на нашу систему, давайте ее 3 поставим, и посмотрим, когда в этой системе x тождественный ноль. Только вот, наверное, не 3, давайте вот это 4. Когда здесь x, тождественный ноль. Ну, подставляем прям в систему x с точкой ноль. y неизвестно, мы его ищем, если такие траектории. Плюс α умножить на ноль тоже. И здесь y с точкой равняется нулю. Что у нас получилось? Когда y ноль, понятно, тоже тождественно, значит, x равняется y, тождественное равняется нулю. Ну и тогда из вот этого всего, из всех трех условий, мы скажем, что x равняется y равняется нулю, устойчиво. асимпатически по теореме Курбашина-Красовского. Ну, а вот если у нас α больше нуля, то что мы скажем? Что в качестве омеги области, в которой мы будем проверять условия теоремы-красовского, мы возьмем просто всю плоскость, кроме нуля. Ну, и тогда у нас опять же v больше нуля для любых x, y из омеги. v с точкой больше либо равно нуля для любых x, y из омеги. Да, и опять же, v с точкой тождественное равняется нулю тогда и только тогда, когда x равняется y равняется нулю. Это мы уже проверили в предыдущем случае. Еще раз, не может. Это область омега. Давайте ее нарисуем. x, y. Омега – это вся плоскость без нуля. А v с точкой, вот она. Это альфа x четвертый. Она обращается в ноль при любом x равном нулю, при x равном нулю и любом y. Вот на всей вот этой прямой. Это важно. И поэтому надо проверять условия, что в этом множестве нет никаких решений. Вот мы проверили. Если мы могли поставить больше, то мы бы сказали, что просто множество, на котором v с точкой равняется нулю, оно пустое. Ну, если выкрутить начало координат. И тогда ничего проверять не надо. Что мы скажем из всего этого? Следует неустойчивость. По теореме Красовского. И давайте еще вспомним самую первую лекцию. Там мы говорили, что если у нас есть какой-то параметр в системе, а здесь можно считать, что альфа – это некоторые параметры, то можно рисовать бифлокационную диаграмму. Что это такое? Чуть попозже я расскажу подробно. Но мы уже можем ее нарисовать в этом частном случае. Вот у нас есть две координаты x и y. Есть параметр альфа. Поэтому в пространстве вот координат плюс параметр я могу нарисовать кривые равновесия. Ну, какие здесь равновесия? Давайте посмотрим на вот эту систему. Когда правая часть обращается в ноль. Но только когда x и y равняются нулю. То есть здесь всего одно равновесие. Вот оно. Но вот при альфа равном нулю вот здесь оно устойчиво. Левее него эта устойчивость становится асимптотической, а правее становится неустойчивостью. То есть нелинейные слагаемые могут сделать устойчивое равновесие как асимптотически устойчивым, так и неустойчивым. Это раз. И, во-вторых, вот мы можем сказать, что здесь альфа равняется нулю. Это точка бифуркации, в которой меняется устойчивость. Ну, вот если вы вспомните первую лекцию, то там у нас тоже были точки бифуркации. И от них ответвлялись какие-то тоже равновесия. Здесь этого не происходит. Но здесь и размерность пространства на единичку больше. Там бы у нас были плоскость, всего одна координата была плюс ось, соответствующая изменению параметра. Здесь у нас уже две координаты. Мы сейчас просто зафиксируем эту мысль, и потом, когда перейдем к элементам теории бифуркации, ее разовьем. А пока давайте вспомним, что мы с вами действительно хотим научиться исследовать устойчивость равновесий по первому приближению, когда это возможно, когда случай не критический. Что нам для этого нужно? Нужен какой-то инструмент, который позволит нам определять, в общем, не находить корни характеристического уравнения, это слишком много информации для нас. Нам достаточно понимать, есть ли корни в левой полупоскости или нет. Давайте опять же рассмотрим простой пример. Третий. Ну, например, для квадратного уравнения. Вот если я возьму уравнение такое. А нулевое лямбда в квадрате плюс А1 лямбда плюс А2. При каком условии здесь все корни будут лежать в левой полуплоскости? Давайте введем некоторую определенность. Давайте будем считать, что А нулевое положительная величина. Если вдруг это не так, то мы можем все уравнение умножить на минус единицу, корни от этого не поменяются. Поэтому будем считать, что А0 больше нуля. Здесь все просто, квадратное уравнение мы умеем решать. Если у нас дискриминат больше нуля, то есть что у нас? b квадрата А1 в квадрате больше 4А0 А2, то мы получим… Ну, сами корни не буду выписывать, что их сумма по теории Виетта – это будет минус А1 на А0, а произведение А2 на А0. А если у нас А1 в квадрате меньше либо равно 4А0 А2, то есть если дискриминат отрицательный, то, опять же, я давайте сразу напишу, действительная часть обоих корней – это что такое? Минус А1 делить на А0. Давайте подумаем, при каком условии действительной части вот этих обоих корней меньше нуля. Ну, начнем вот с этого, например. А0 у нас положительная, здесь минус, то есть А1 должно быть тоже больше нуля. И тогда для обоих корней у нас выполняется условие, которое мы исследуем. Но если А1 больше нуля, смотрите, А2 тоже должно быть больше нуля, здесь квадрат стоит. То есть когда А1 и А2 больше нуля, мы сразу можем сказать, что этот случай имеет место. Если здесь, то, опять же, если оба корня вещественные, но имеют отрицательные вещества, действительные части, то есть они просто отрицательные, тогда их произведение больше нуля, их сумма меньше нуля, опять же, и А2, и А1 должны быть положительные. То есть здесь у нас есть четкий критерий. А1 больше нуля и А2 больше нуля. Но, к сожалению, эти четкие критерии работают только для квадратного равнения. Если мы немножечко увеличим степень, ну, немножечко, в смысле, даже есть третья возьмем, то уже будет справедливо это утверждение только в одну сторону. То есть необходимым условием будет положительность всех коэффициентов уравнения, но недостаточно. Ну, давайте это в виде утверждения сформулируем. Утвердение. Если все коэффициенты, ну, действительные части, λiT меньше нуля для любого i от 1 до n, для уравнения а нулевое лямбда в n-ный плюс а1 лямбда в степени n-1 плюс и так далее, плюс а n равняется нулю. Опять же, давайте считать А больше нуля. то А, К, Т больше нуля для любого К от 1 до n. Очень простой доказательство. Ну, давайте посмотрим, какие у нас корни. Итак, пусть у нас корни, например, лямбда равняется альфа и Т плюс-минус бета и Т на и на корни. Их там, ну сколько, К, там от 1 до, ну пусть ль меняется, да, корни. Если они кратные, ничего страшного. Можно считать, что это два разных числа. И какие-нибудь лямбда равняется лямбда m, где m у нас откуда меняется? Ну, от 2l до n. Тоже корни. Это корни комплексные, а это корни действительные. Тогда давайте вот здесь вот f от лямбда напишем, как эта функция будет выглядеть, f от лямбда, если это ее корни. Ну, тогда это лямбда минус лямбда 1 умножить и так далее. Лямбда минус лямбда m. Это я все действительно учла. Ну, дальше мнимые, да? Дальше лямбда минус альфа 1 минус бета 1 и на лямбда минус альфа 1 плюс бета 1 и и так далее. Ну, последний напишу. Лямбда минус альфа, какой у нас там будет? L плюс бета 1. А, вот здесь вот, да-да-да. 2l, да? Правильно? Про это вы говорили? Нет, это 2l. Так, подождите. Здесь k от 1 до l. Так, вот они здесь. А, вот здесь вот, да, первая будет не такая, да? Все, я поняла вас. Здесь n, а здесь 2l. Правильно? Все, 2l плюс 1, да. Правильно? Вообще не принципиально, но давайте писать правильно. Давайте перепишем чуть-чуть. Вот смотрите, что мы можем сказать вот здесь, что, если вот здесь, в действительной части это альфа-катая, то есть альфа-катая у нас меньше нуля, а здесь у нас, ну, само лямбда m меньше нуля. Поэтому исключительно для красоты я могу переписать первый множитель вот так. Лямбда плюс модуль лямбда 2l плюс 1. Согласны? И так далее. Не буду больше переписывать. Вот это как я перепишу множитель. Лямбда минус альфа 1 в квадрате плюс бета 1 в квадрате. Согласны? По формуле разности квадратов и то, что их в квадрате больше нуля. И здесь тоже поставлю плюс модуль. Зачем я пишу плюс модуль? Просто для того, чтобы мы с вами видели, что модуль положительный, и плюс это все время что-то положительное. То есть плюс модуль это положительный коэффициент. Здесь, если мы раскроем скобочки вот в таком выражении, то он будет содержать только положительный коэффициент. Согласны? То есть отсюда и следует, собственно, что мы и хотели доказать. Это, в общем-то, легко. Но давайте напишем замечание, что обратное неверно. Обратное неверно. То есть если все коэффициенты положительны, это не значит, что нет корней с положительными... Еще раз. Обратное неверно. То есть если все... Так, опять не могу говорить. Если есть хотя бы один коэффициент, равный нулю или меньше нуля, то это не значит, что нет корней... Что ж такое-то? Пример я давайте приведу просто. Такой, например, лямбда в квадрате плюс один подходит, равняется нулю. Здесь корни какие? Плюс-минус и, да? Но один коэффициент нулевой. Или, чтобы не было нулевого коэффициента, можно то же самое умножить, например, на что? Ну, на лямбда плюс один. Что у нас тут получится? Лямбда в квадрате плюс лямбда в квадрате плюс лямбда плюс один. То есть все коэффициенты положительны, но корни мы видим какие здесь? Лямбда 0 или плюс-минус и. То есть положительности всех корней недостаточно. Ну, все равно хорошее утверждение, да? То есть если вы видите хотя бы один отрицательный коэффициент, то вы можете сказать, что неустойчивость соответствующей системе. Но нам нужен четкий критерий. Это будет критерий Рауссу-Бурвицца. Критерий Рауссу-Бурвицца. Давайте его прям подробненько напишем. Корни уравнения. Действительные части корней уравнения. Уравнение. А0 лямбда в н плюс а1 лямбда в н минус 1 плюс и так далее плюс а1 равняется 0. Где а0 больше 0? Это важно. Этого легко добиться, но формулировки нельзя забывать. Действительные части корней уравнения меньше 0. Можно даже все. Действительные части всех корней уравнения меньше 0. Тогда и только тогда. когда главные диагональные минуры минур. Матрицы. И сейчас мы с вами построим матрицу. Матрицы. Сейчас я ее построю, не хватает места. Положительно допишу. Матрица звездочка, сейчас я ее напишу где-нибудь. Называется это матрица Горвица и строится она так. Ну, давайте, тут надо просто запомнить алгоритм. Первое, что надо запомнить, что это матрица размером n на n. Вот какая степень уравнения, такой размер у этой матрицы. Дальше давайте посмотрим на уравнение. В нем коэффициентов n плюс 1, от 0 до n. Но про 0 мы уже что-то сказали, что он положительный. Поэтому надо запомнить, что на главную диагональ этой матрицы надо поставить коэффициенты от а1 и так далее до аn. Ну, дальше куда-то надо поставить а0. Куда бы вы поставили а0, если бы сочиняли матрицу? Не понятно какую, не понятно зачем, но пользуюсь некоторой логикой. Но либо сюда, либо сюда, согласны? Можно любую выбрать. Давайте вот сюда поставим а0. Ну, тогда уже дальше тоже продолжим логическую последовательность. А0, а2, что ставить дальше? Все положительные коэффициенты. Если они есть. Если их нет, то ставим 0. То есть дальше идет а4, если у нас порядок уравнения выше четвертого. А если у нас там, например, уравнение кубическое, то ставим 0. Ну, в последней строчке в любом будет 0. Четных коэффициентов у нас на всю строчку не хватит. Что идет в первой строчке после 1, как вы думаете? А3, логично. А3, а5, если он есть. Ну, если его нет, то рано или поздно коэффициенты заканчиваются, и мы дополняем матрицу нулями. Ну, что дальше здесь будет? Вот здесь что будет стоять, как вы думаете? По до 0. Конечно, 0, да, потому что вот здесь дальше стоит а3, перед ним а1, но а минус 1 у нас нет, поэтому тоже ставим 0. Ну, и так далее. Последней строчке будет 0. Ну, а здесь ан, ан, потом ан минус 2, и так далее, пока есть коэффициенты. Опять же, посмотрим на эту теорему, на критерии Раусу-Гурвица. Ну, это какая-то теорема, в общем-то, которая связана с корнями уравнения. Ну, к механике непосредственного отношения она вроде как и не имеет. Мы, конечно, и будем ей пользоваться, но критерии, в общем-то, можем воспринимать как некоторую теорему из математики, которую мы будем использовать. Доказывать ее не будем. Просто надо научиться ей пользоваться. Ну, о каких главных диагональных минорах здесь будем говорить? Ну, например, первый. Ну, вот А1 должен быть больше нуля. А2, дельта 2, это вот такой. А1, А2, минус А0, А3, ну и так далее. Замечание себе напишите. Что будет стоять вот в этом столбике? Последний. Давайте на него подробненько посмотрим. Здесь у нас АН. Значит, до него на главной диагонали АН-1, левее АН-3 и так далее, а правее 0. То есть, вот в последнем столбце этой строчки стоят одни сплошные нули, кроме последнего. Поэтому мы можем вот последний Н-й минор вычислять, раскладывая по столбцу. Да, и это будет АН на дельта Н-1. Применение этого критерия мы с вами на семинарах будем разбирать подробно. А сейчас давайте перейдем к следующей теме. И от математической теории устойчивости давайте перейдем к устойчивости равновесия консервативных механических систем. Опять же, консервативных, у которых энергия сохраняется. Давайте напишем натуральных. У них тоже сохраняется энергия. Но, конечно, именно они имеются в виду у нас в программе, когда мы о ней говорим. Ну, с чего мы начнем? Давайте вспомним, что такое натуральная система. Лагранжиан у этих систем. Имеет вид 1, 2 А от Q на кусточки, на кусточки. Это кинетическая энергия. Она является квадратичной формой по углобченным скоростям. Потенциальная энергия зависит только от координат. Ну, давайте вспомним, что уравнение Лагранжа разрешимо относительно старших производных. Значит, запишем уравнение Лагранжа. D по DT, DL по DQ с точкой, минус DL по DQ. Справа мы 0 пишем, потому что у нас все силы только потенциальных, натуральных систем. В конце прошлого семестра мы с вами сказали, что эти уравнения можно представить в виде, как Q две точки равняется какая-то функция, дать Фи большое, от Q ку с точкой. Ну, что это означает? Что мы можем эти системы дифференциальных уравнений второго порядка, n штук, привести к системе первого порядка, но число уравнений удвоится. То есть мы можем записать это в виде x с точкой равняется f от x, где под x мы будем принимать что? Вектор фазовых переменных, Q ку с точкой. Ну, я немножко вольно написала, давайте поподробнее. То есть все, что мы говорили про системы автономные времени не содержатся, в Лагранжане не задержатся, значит, и в этих уравнениях тоже не будет содержаться. Про автономные системы дифференциальных уравнений первого порядка мы можем естественным образом перенести и на систему механическую. например, натуральность. Это очень просто, но давайте на всякий случай все-таки запишем. Определение. Напомню, что равновесие мы назвали точку в Q равняется Q нулевое. Давайте по определению рано. Напоминание. Q равняется Q нулевое равновесие. Ну, давайте вспомним положение равновесия. Тогда и только тогда, когда это критическая точка потенциальной энергии. это мы с вами на первой лекции поняли. Но мы еще с вами поняли, что есть положение равновесия, а есть состояние равновесия. То есть в состоянии равновесия у нас Q. Q тождественно равняется Q нулевое. То есть если мы вот здесь вот скажем, то X у нас, дайте скобочку, вот здесь это равновесие. Нет, здесь не будем говорить. Вот здесь. X нулевое это Q нулевое и ноль. Вот так я напишу. Понятно, что я скажу? То есть если мы переносим вот в обозначение для систем первого порядка, то под равновесие мы понимаем состояние равновесия системы. То есть не то, что точка систем находится в этом положении равновесия с нулевой начальной скоростью. И с постоянной надувной скоростью. Ну, в этом случае мы писали Q с точки равняется атаку. Да, да. А почему мы в таком случае X написали как вектор 2M вектор и Q и Q с точкой? То есть если же мы его продиференцируем, это же не будет логично. Он на тому нашему уравнению Q на точке равняется... Ну, давайте вот к этому уравнению добавим, что Q с точкой равняется Q с точкой. Ну, так себе, конечно, запись. Но если сделать это строго, то надо здесь написать какую-нибудь букву... Ну, как я делала в прошлый раз дагминифатическое маятненько. Ну, какую-нибудь букву V, а здесь тогда V с точкой. И это тогда F от Q и V. Согласны? Объяснила? Все, хорошо. Все понятно. Ну, это, конечно... Ну, не пишите это вот так. Так, на чем мы с вами остановились? Да, равновесие у нас есть. Теперь вам надо понять, когда оно устойчиво. Определение то же самое. При малом отклонении от равновесия мы остаемся в его окрестностях. Но отклонение теперь мы должны, смотрите, брать на фазовой плоскости. На плоскости Q с точкой. Вот в этих переменах. Ну, давайте на всякий случай запишем. Определение. Равновесие. Q равняется Q нулевое устойчиво. Ну, опять же, по липу новому. Но мы можем этого не писать. Мы других устойчивостей не рассматриваем. Если. И давайте прямо перепишем то, что мы писали для системы первого порядка с учетом новых обозначений. Для любого эпсила больше нуля существует дельта больше нуля. Такое, что... И дальше что мы говорили? Если начальные условия находятся в эпсилу окрестностях нуля, теперь мы это запишем так. Модуль Q от нуля минус Q нулевое в квадрате плюс модуль Q с точкой от нуля в квадрате меньше дельта, то из этого условия всегда следует, что... И дальше... Давайте я вот так поставлю. Модуль Q от T минус Q нулевое в квадрате плюс модуль Q с точкой от T в квадрате меньше эпсилу для любого T больше нуля. Я, кстати, в той лекции для любого T забыла написать. Сейчас я об этом как раз скажу. Итак, что я сейчас сделала? Просто переписала определение. Есть небольшая проблемка. В том, что вот эти два слагаемых имеют разную размерность. Здесь координаты, здесь координаты, деленные на единицу времени. Как это исправить? Ну, можно поставить норму. Там я говорила, можно ставить норму. Здесь тоже можно поставить норму. Все нормы в конечном мерном пространстве эквивалентные. Можно подобрать любую, которая нам нравится. Ну, давайте не будем этого делать. Давайте считать так. Давайте считать, что здесь стоит коэффициент единичка. И это единичка размерная. Так подойдет? Ну, например. Есть еще вариант такой. У некоторых книжек вы можете его найти. Где отдельно ограничивают разность координат, меньше дельта, и разность скрости. Ну, это, в общем, то же самое. Просто эпсилокрестность у меня здесь. Это шар. А в этом случае это будет какой-то кубик. Это не принципиально. Главное, что это была достаточно малая окрестность. В любой кубик можно писать сферу, в любую сферу можно связать кубик. Все понятно? Ну, иначе неустойчиво, опять же. И, конечно, решение должно существовать. Мы это помним. Так. Ну, теперь нам с вами надо исследовать устойчивость равновесия натуральных систем. Опять же, асимптотическую устойчивость мы с вами не будем записывать, потому что у нас в натуральных системах есть интеграл энергии. А когда есть первый интеграл, мы уже с вами поняли, что асимптотическую устойчивость быть не может. Итак, теорема. Лагранжидель и Хлеб. Точка строгого локального минимума. Точка строгого локального минимума. Потенциальной энергии натуральной системы является устойчивым полипуновым равновесием этой системы. Точка строгого локального минимума потенциальной энергии натуральной системы является устойчивым полипуновым положением равновесия этой системы. Итак, Q нулевое. Итак, строгий, строгий локальный минимум. Пи от Q отсюда следует, что равновесие Q равняется Q нулевое устойчивым. А на всякий случай, что такое строгий минимум? Такой минимум, в окрестности которого всегда значение функции больше, чем в данной точке. Что такое локальный? Значит, в некоторой окрестности. Если вдали от точки есть значение функции меньше, то это нас не интересует. Давайте докажем теорему. Это просто. Что нам нужно будет сделать? Давайте воспользуемся методом функции Липунова. Нам нужно будет построить функцию Липунова, зависящую от чего? Давайте опять же возвращаемся к тому, что она должна зависеть от X. А X это у нас Q и Q с точкой. То есть от фазовых перемен. В от Q кусточкой, которая бы удовлетворяла какой-нибудь теореме. Ну, раз обустойчивость, то теореме любит обустойчивость. Давайте возьмем полную энергию. Чем она отличается от ограженного? Знак возьмем плюс. 1, 2. А от Q кусточкой на кусточкой. Плюс пи от Q. Ну, давайте вспомним первое условие на эту функцию. Она в нуле должна обращаться в ноль. Если мы ноль вместо кусточка поставим, это ноль. А вот потенциальная энергия не обязательно. Поэтому давайте вычтем пи от Q 0. И проверим все условия теорем. Ну, во-первых, в нуле чему равняется эта функция? А от нуля на ноль на ноль. Вместо кусточка подставляю ноль. Плюс. А в нуле-то я, конечно, плохо сказала. В Q 0. У нас равновесие. Давайте смотрим, где оно. Я писала. Вот. Q 0, 0. Не будем новых обозначений вводить. Просто будем иметь это в виду. Плюс пи от Q 0. Пинус пи от Q 0. Это ноль. Дальше. В окрестности. Ну, давайте перепишем. 1 вторая от Q кусточкой на кусточкой. Плюс пи от Q минус пи от Q 0. Это больше нуля для любых Q кусточкой, принадлежащих некоторой окрестности нуля. А давайте объясним, почему. Что такое вот здесь? Квадратичная форма по обобщенным скоростям с положительно определенной матрицей. Помните, что матрица положительно определенная. Значит, она, вот эта квадратичная форма, обращается в ноль только если кусточкой ноль. То есть только когда вот здесь ноль. То есть вот про это мы можем сказать, что это больше нуля, так как кинетическая энергия положительно определенная. Кинетическая энергия положительная, а ее матрица положительно определенная. А здесь почему мы можем сказать, что больше нуля? По условию. Строгий локальный минимум в некоторой окрестности, то есть вот существует эпсилон такое, что эта величина больше нуля вот в этой окрестности. По определению строгого локального минимума. Что нам осталось сказать? Что производная в этой функции вычислена в силу уравнения движения. Равняется чему? Мы взяли полную энергию на движениях системы, она не меняется, система консервативная. То есть нуля. Ну в частности, меньше либо равно нуля. То есть оба условия, теорема Липнова у нас выполнена. И в общем-то можем сказать, что теорему доказали. ЧТД. Итак, точка строгого локального минимума всегда является устойчивым положением равновесия. Давайте запишем важное замечание. Обратная теорема неверна. Обратная теорема неверна. Давайте перейдем пример. К примеру, когда равновесие устойчиво, но строгим локальным минимумом потенциальной энергии оно не является. Это пример уим. Вот такой. Давайте рассмотрим одну степень свободы, одну обобщенную координату и потенциальную энергию. Возьмем вот такую. Е в степени минус единицы делить на модуль Q. И все это умножается на косинус единицы делить на косинус. Если я, конечно, правильно помню, на всякий случай проверю. Ну, надо, конечно, доказать, что это при Q не равно. Ну, да, да. И ноль рекуров. Вот такую функцию давайте возьмем. И давайте, ну, во-первых, проверим, что это не минимум, а во-вторых, что равновесие устойчиво. Нам придется график нарисовать. Нам придется нарисовать график. Ну, давайте что сначала скажем? Что е в степени минус модуль Q это что такое? Ну, это какая-то функция симметричная относительно вертикальной оси. В нуле она принимает значение, равное нулю на бесконечности чего? Ну, единичка, да. Давайте вот как-то вот ее изобразим пунктирчиком. Симметричненько. У меня, может быть, не очень хорошо симметрия выходит, у вас получше выйдет. Дальше она умножается на косинус, а косинус принимает значение от минус единицы до единицы. Поэтому мы ее еще вот так вот симметричненько отобразим. И косинус у нас, значит, меняется от минус единицы до единицы. Значит, график этой функции вот между этими двумя полосками и пунктирами находится. Косинус четный. Ну, давайте попробуем условно это изобразить. Ну, как-то какая-то вот такая вот. И туда вот бесконечно. Так, и симметричненько. Итак, то, что... Давайте первое напишем. Ноль не является строгим локальным минимумом. То есть это не строгий локальный минимум и даже не минимум потенциальной энергии. Почему? Ну, смотрим на график. В любой, сколь угодно, малой окрестности нуля у нас есть отрицательные значения. Меньше нуля. А в самом нуле у нас ноль. То есть с этим, я думаю, все не очень сложно. Это мы понимаем. Теперь давайте скажем, что это устойчивое равновесие. Что нам поможет? Ну, определение нам поможет. Давайте построим фазовый портрет вот прямо под этой потенциальной энергии, так же, как мы строили на первой лекции. Давайте построим зависимость Q с точкой от Q при разных начальных условиях. Вспомним, что для этого надо. Опять же, ну, кинетическая энергия, мы не сказали, какая, но это какая-то одна вторая, а от Q на Q с точкой в квадрате. Значит, у нас с вами потенциальная энергия плюс кинетическая в сумме равняет, ну, дайте напишем, одна вторая, дайте напишем вот так, H равняется вот так, плюс P от Q равняется, H маленькая, равняется константе. Отсюда давайте вспомним, что мы делали на первой лекции. Q с точкой, это плюс-минус, корень квадратный, из H минус P от Q, ну, еще умножить на какой-то коэффициент, какой, корень из 2 делить на А от Q. Ну, а у нас положительный коэффициент, опять же, положительная определенная матрица из одного элемента состоящая. Давайте построим, что мы с вами будем строить. Ну, давайте возьмем какой-нибудь уровень энергии. Ну, например, вот такой. Где у нас будет вообще возможно движение? Вспомним, область возможности движения. Это когда под корнем стоит положительная величина. То есть, ну, например, вот здесь вот, вот на этом интервале. И ровно такой же должен быть у нас симметричный вот здесь. Дальше. График разности. H минус P от Q. Это фактически вот это вот расстояние, да, со знаком минус переворачиваем, извлекаем квадратный корень. Ну, какая-то вот такая замкнутая кривая у нас получится. Согласны? Ну, здесь какая-то вот такая. Такая же, в смысле, да. Тут будет тоже какая-то замкнутая кривая. Здесь какая-то замкнутая кривая. Ну, я не очень, конечно, хорошо рисую, но ничего страшного. Главное, что? Что вот здесь будут... Не-не-не, вот это я зря нарисовал, да? Дальше у нас вот идет вот отсюда и вот досюда область, да? И она целиком. Ну, давайте вот смотрим вот эту разность, вот эти пунктирчикам, соответствующие ей, нарисуем. вот эти, как сказать, значения. Ну, и попробуем извлечь корень из такого вот штуковины. Ну, что это будет такое? Ну, что-то вот такое. Вот такое. Согласны? Ну, не очень красивый картинок, но подстройте у себя по клеточкам, у вас будет получше. Но смысл будет примерно такой, что вот в этой области, то есть для каждого h у нас найдется какая-то область, внутри которой, ну, это, конечно, странная кривая, но она замкнутая. Если мы берем меньше h, ну, опять же, у нас внутри могут появиться какие-то вот такие загогулинки, а потом все равно будет что-то какая-то замкнутая кривая. Согласны? Вспоминаем определение устойчивости. Берем сколь угодно малую эпсилонокрестность. Ну, например, в нее все равно какая-нибудь такая вот квадратик такой условный пишется. А любое решение с начальными условиями из этого квадратика из него никак выйти не может. Оно будет двигаться вот где-то здесь внутри. Понятно объяснила? Согласны, что равновесие устойчиво? По определению. Просто потому, что, как сказать-то, мы всегда можем подобрать такие начальные условия, что соответствующее решение из записи на окрестности не будет. Мы строили пример, что не существует обратной теоремы. Строим обратную теорему. Если равновесие устойчиво, то оно является строгим локальным минимумом. Это неверно. Пример. Вот. Равновесие устойчиво, но не минимум. Ни строгий, ни локальный, вообще никакой. То есть обратной теоремы нет. Значит, для того, чтобы утверждать неустойчивость, нам потребуются еще какие-то теоремы. Но сегодня мы их, наверное, с вами не успеем сформулировать. Но давайте скажем, опять же, вот про этот пример. Скажем мы, что... Ну, во-первых, функция, которую мы здесь построили, она очень странная, она не аналитическая. То есть ее раскладывая в ряд, мы получим... Она не раскладывает, не совпадает со своим разложением в ряд. Во-первых, функция здесь неаналитическая. Ну, конечно, это пример условный. То есть если мы рассматриваем натуральные системы и какие-то силы, то вряд ли там у нас будут неаналитические потенциальные мерки в механических системах. Во-вторых, еще давайте заметим, что здесь минимум неизолированный. Сколь угодно малой окрестности нуля, есть еще сколько угодно минимумов. Вот минимум, вот минимум, минимум. И как у любой малой окрестности нуля у нас тоже будут существовать и другие минимумы. Если мы это все учтем, то, в принципе, можно сказать, что в современной науке уже можно утверждать, что если потенциальная энергия некоторой функции является аналитической, а какое-то равновесие не является изолированным, минимум потенциальной энергии, то оно не устойчиво. Но это, в общем-то, довольно современный результат. То есть он доказан в прошлом веке. Мы с вами не сможем повторить доказательства, поэтому даже и записывать не будем эту теорему. Но в каком-то частном случае давайте на следующей лекции мы с вами поговорим о том, как исследовать решения на неустойчивость. На сегодня все. Продолжение следует...